Ну и наконец говоря о движении волнового пакета, стоит упомянуть движение волнового пакета в... Вот у нас волновой пакет, это X. Если у вас есть какой-то барьер, вот волновой пакет движется туда. Главная идея, эта идея называется туннелирование. Какой бы у вас ваш волновой пакет не был, когда он двигается в сторону препятствия, существует, хоть и маленькая, зависит, конечно, от толщины этого препятствия, от высоты этого препятствия, от скорости пакета, от его энергии, бла-бла-бла. Но главная идея, существует конечная, то есть какая-то вероятность того, что пакет, волновой пакет, пройдет насквозь это препятствие. И, короче, что электрон ваш или ваша частица пройдет насквозь через препятствие и окажется на его другой стороне. То есть, да, была картинка, теперь картинка после. Да, у вас волновой пакет частично проходит через препятствие, он разделяется. Кусок туда, кусок сюда, но вероятность такая есть, что он разделится, что он, есть какая-то вероятность найти его на другой стороне препятствия. Ну, независимо от того, насколько это сложное для него препятствие. Если бесконечно тяжелое препятствие, то, конечно, нет, но таких бесконечно тяжелых препятствий редко бывает. Да, главная идея туннелирования, электрон может пройти сквозь барьер. И для вас вопрос, законтрастируйте это с мячиком, то есть сравните для себя, что будет происходить с мячиком, если барьер сначала маленький, потом вы постепенно поднимаете барьер, а здесь у вас находится мячик. Да, то есть какие эффекты тогда, может ли мячик всегда преодолеть барьер или не всегда, а если он не преодолевает барьер, куда он двигается и так далее, и такие штуки. То есть поймите, в чем разница между волновым пакетом и мячиком, а в чем схожие вещи между волновым пакетом и мячиком.